Худвинг, новый герой доты, и та самая карикатура с новостной газеты «Ночная сова». И всё-таки наши старания не прошли зря. Прохвостка, а именно так зовут новую героиню, забирает себе победу. И, конечно же, релиз. Последние месяцы вы только и слышали про силуэт из новостной сводки, которая появилась в коротком метре. Это, конечно же, наша с вами общая победа. У нас было две кандидатуры, и всё-таки одна сыграла. Если вдруг вы расстроились, что не появилась Фрея, то всё впереди. Валькирию банально дотачат до самой Скандинавии. Если вдруг вы не смотрели теории к самой новой героине, то докладываю. Мы попали и со снеговиком. Арбалетные болты, которые торчали, и снеговика. Те самые ярко-красного цвета. Мы не сомневались, что Valve готовит девочку-зверя с арбалетом, но вот с подвидом немного не угадали. Мы полагали, что это лиса, мышь или кошка, но в итоге она оказалась белкой. Карикатура из новостной газеты «Ночная сова» снова вырывается вперёд и оставляет позади богиню Фрею. У нас нет сомнений, что это девушка, даже будь она лисой, кошкой или мышью, а может и вовсе другим животным. Задний фон кричит о том, что персонаж пришёл из леса, а Мист Вуд пополняет эту копилку. Последний слух с Реддита также оказался рабочим. Механика кустов из Лиги Легенд таки перекочевала в Доту, но совсем не в большом масштабе. Это отобразилось только на способностях прохвостки. Но стоит отдать должное, издатель постарался нас запутать, и с какой-то целью даже добавил обыкновенную птицу. Итак, хватит самим себе аплодировать, давайте знакомиться с новым героем. Худвинг – это прямое продолжение сюжетного обновления «Чужие земли», которое появилось в прошлом году. По ходу видео вы всё поймёте. Забегая наперёд, хотелось бы вам первым сообщить, что раса эльфов официально появилась в Доте, но к этому мы ещё обязательно вернёмся. Худвинг, которую по сюжету зовут прохвостка, своего рода Робин Гуд во вселенной Доты, и это вытекает из её биографии. О том, как скиллы нового героя походят на способности Верки, расскажет кто-нибудь другой. Мы же займёмся более серьёзными вещами. Далеко за пустынями Нанорака, о котором вы точно должны помнить из обновления «Чужие земли», к северу от коптящего домными Кримвола располагаются коварные лесные раздолья, и именуются они как «Туманная роща». Впервые про Кримвол мы услышали от Беатрикс, которая также долгие годы скиталась по пустыням Нанорака, но новенький герой и вовсе там родилась и проживает. Юные годы прохвостки прошли в беззаботных зелёных раздольях, которые когда-то окутывали Кримвол. Однако, чем больше ширилось королевство, тем сильнее барон и лесопилок торопились истребить красоты пограничных лесов. У жителя древней пущи не оставалось выбора либо сдаться, либо погибнуть в попытках отстоять свой дом, либо бежать дальше на север и попытать удачу среди жутких долин и лесов туманной рощи Тамакан. Тамакан – это та самая туманная роща, которая располагается к северу от чужих земель. Это обновление можно прямо называть Outlands 2.0, и мы понимаем, какой вектор был выбран. А спонсором сегодняшнего видео являются мои друзья из ВП Дропа. Под роликом с закреплённым комментарием вы найдёте мой бонусный промокод на пополнение – Universe35. По ссылке вас также ожидает халявный барабан, с помощью которого можно выбить много крутых кейсов и скинов. Там их нереальное количество, так что дропа хватит всем. При пополнении не забывайте скопировать промокод, дабы получить плюс 35 бонусных процентов, а затем наслаждайтесь новыми скинами и предметами. У ребят есть группа ВКонтакте, и как раз там назревает очередной масштабный розыгрыш. Так что следите за обновлениями и передавайте от меня привет ВП Дропу. Видимо, один из главных разрабов, или сам Айсфрог – большой фанат Робин Гуда, поэтому некоторые черты и, конечно, внешний вид отобразился на новом герое. Тамакан для самого обычного человека – это страшное место, тем более если прохвостка даёт бой тем, кто осмелится посягнуть на лес. Но почему она решила этим заниматься? Давайте во всём разбираться по порядку. Как мы и говорили, юные годы прохвостки прошли в беззаботных зелёных раздольях, которые когда-то окутывали Кримвол. Однако, чем больше становилось королевство, тем ненасытнее становились нужды его армии и граждан. Бароны, рудников и лесопилок, которые между собой соперничали, в какой-то момент цепились в этой ненасытной и прожорливой схватке. Так или иначе, вопрос стоял следующим образом – кто быстрее истребит красоты пограничных лесов севера, дабы сильнее удовлетворить Кримвол. Каждый из баронов даже не подумал о местных жителях, поэтому Туманной Рощи оставался не самый лучший выбор – либо жить беженцами на захваченных территориях, либо погибнуть от стали солдат, которые хотят разрушить прежнюю жизнь и устои. Далеко не многие выбрали последнюю участь – чёрный порох Кримвола был несоизмеримой угрозой. Поэтому наша героиня выбрала третий вариант – она решила бежать на север и попытать удачи среди далёких долин и туманной рощи Тамакан. Именно в этой коварной северной рощи и обжилась наша прохвостка. О родном доме можно позабыть, и настало время встретить все возможные угрозы. Она научилась выживать среди тёмных тамаканских хищников и заполучила уважение среди местных бандитов. Но стоит понимать – если выбираешь одну шайку-лейку, другие банды это точно не обрадует. Поэтому, пожалуй, стоит подготовиться ко всевозможным интересным передрягам. Однако это продолжалось недолго. В этом приёмном доме снова появился запах кримвольского пороха, и громкий зов солдат снова пошатнули и так неустойчивую жизнь. Туманная роща подалась неизбежному наступлению. В итоге прохвостка решилась отправиться навстречу цивилизации, чтобы взглянуть на злодеев, разрушивших её прежнюю жизнь. Она обнаружила, что ужасные солдаты из сказок в её детстве не такие уж страшные и ужасные. Это были обычные люди – солдаты, рабочие, торговцы и даже сами беженцы. Тех, кого она увидела, даже близко не стояли с монстрами из Тамакана. Те самые монстры, с которыми она жила долгие годы, они были действительно настоящими чудовищами – щупальцами и клыками. А эти обычные солдатики даже в подмётки не годятся. Увидев своими глазами, она поняла, что вот эти вот бравые ребята не сумеют даже перешагнуть за границы туманной рощи. И с этого момента Худвинг бросила ответный вызов. Прохвостка даёт бой тем, кто смеет посягнуть на границы рощи, а заодно с радостью прикарманивает драгоценные вещи захватчиков, портит те, от которых нет пользы и помогает любой родственной душе вновь обрести жизнь среди бескрайней зелени приёмного дома. И теперь мы понимаем, что слава Худвинга идёт впереди неё. Как раз поэтому её похождения попали на новостную газету, которую так внимательно читала Беатрикс. Кстати, в отличие от той же Снэпфайр, Худвинг пока не дала название своему арбалету. А вы должны помнить, как старушка называла свою любимую пушку – Мерзавчик. Это всего лишь первый арбалет самострел, который Прохвостка нашла по случайности. Но от этого он не перестал быть любимым, она безмерно о нём заботится, ведь это её собственное оружие. Ну и разумеется, некоторые его детали она украла или заполучила разными способами. Отталкиваясь от её биографии, мы прекрасно понимаем, о чём пойдёт речь – продолжение чужих земель, раскрытие новых локаций и упоминания других. Конечно, в контексте Белки нам более детально поведают о северной части. В этом рассказе обязательно будет королевство Кримвол, которое является своего рода захватчиком Outlands. Где-то в этой истории находится и Проксатия, которая упоминалась в репликах Беатрикс. И вот что нам интересно – сохранится ли тенденция в сюжетном обновлении Миствуд, будет ли новый герой раскрывать старого героя, и кем это может быть. На первый взгляд, это Снэпфайр, причина совсем простая, только она появлялась в чужеземье, а остальные герои Доты даже не понимают, о каких далёких краях идёт речь. Но словам Беатрикс можно довериться, я был уверен, что такой огромный мир не останется в стагнации и продолжит развиваться. Давайте также познакомимся с двумя новыми предметами, они нам интересны для сюжета, а с остальными разберёмся в другой раз. Мэйдж Слэйер имеет описание – оружие, выкованное по тайным орденом в третью эпоху Праксатии, чтобы сразить ложного короля. Нам пока неизвестно имя правителя Кримвола, и скорее всего в народе его называют куда проще – ложный король. Второй предмет, который должен вызвать восхищение – Элвин Туник. Даже самые простые эльфийские предметы обладают необъяснимой действенностью. Официально в Доте появились или уже существовали эльфы, такой фактор не может нас не радовать. И, возможно, когда-нибудь один из представителей эльфов посетит битву древних, но это уже совсем другая история. Это было самое первое знакомство с Худвинг, впереди меня ожидает тонна работы, ну а вас ожидает увлекательное путешествие в Туманную Рощу. Сценаристы обязательно постарались над единственным героем, и я надеюсь на широкий размах. Но придётся немного потерпеть, дабы все реплики появились на просторах интернета. Ну а пока оставляйте ваше мнение по поводу новой героини, и видите ли вы нотки, например, Диснея. Мы долго этого ждали, и теперь самое время дать воле эмоциям, количество срок в комментариях не ограничено. А если вы не хотите упустить ни одной детали про Худвинга или про новый патч, то подписывайтесь на канал и вбивайте в колокол, дабы приходили оповещения о выходе свежего ролика. Ну и, конечно, поставить лайк для мотивации будет тоже не лишним, я всегда рад стараться для заинтересованного зрителя. Наше путешествие только начинается, до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok